Волжское дерби в баскетболе стало реальностью. Список команд Суперлиги пополнил Буревестник из Ярославля. Команда дебютант только на бумаге. В составе много опытных игроков. А потому же в первом матче турнира они навязали достойную борьбу одному из фаворитов – баскетбольному клубу «Самара». На старте игры команды шли вровень, но затем ярославцы оторвались на 6 очков. Ни тайм-аут, ни роскошный блокшот Смыгина «Самару» так и не взбодрили. Первая четверть закончилась 12-20 в пользу гостей. Видели сами, была игра тяжелая, начало сезона. В этом году все команды практически ровные. Каждая победа очень дорога, каждое очко. И наша задача была сегодня выиграть первую домашнюю игру. Во второй четверти у «Самары» стал получаться самый грозный элемент баскетбольного нападения – трехочковый бросок. Сначала Федюшин двумя трехами и штрафными набрал 9 очков подряд, а затем точные дальние броски Дыбовского и Чаворенкова сократили разницу до минимума. За полторы минуты до большого перерыва «Самара» впервые вышла вперед. Закрепила успех треха Смыгина. Команды ушли в раздевалки при счете 41-38. Мы имели преимущество в начале, которое во второй четверти, провалив ее, мы просто отдали, потеряли концентрацию, хладнокровие. И «Самара», как опытная команда, нас наказывала за каждую нашу ошибку. Третьей четверти свои дальнобойные орудия уже расчехлили гости. Игроки «Буревестника» шесть раз за десяти минутку отправляли точно в кольцо броски ценой в три очка. А благодаря тому, что «Самара» стала чаще промахиваться и терять мяч, ярославцы вернули себе преимущество – 56-60. Начинаем вроде бы нормальную игру, достаточно активно, но как только не идут броски, сразу у игроков сомнения, ну и возникает вот такая нервная игра. Как многие тренеры говорят, на сегодняшний день эта победа важнее, чем качество игры. Ну, будем стремиться к качеству, будем работать. В четвертой четверти «Самарцам» снова надо было догонять соперника. Погоня получилась удачной. Уже через две минуты «Самара» вышла вперед. В концовке ни одной из команд не удалось оторваться больше, чем на одно очко. Последняя игровая минута растянулась надолго. Судьи несколько раз пересматривали видеоповторы. Тренеры брали тайм-ауты, пытаясь склонить игру в свою пользу. Игроки все чаще вставали на линию штрафных. В напряженной концовке хозяева были увереннее. 73-71. «Самара» одерживает победу в стартовом матче Суперлиги. И ждет в гости Химки Подмосковья для следующей игры. 11 октября в 19 часов. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.